Привет! Сегодня я подготовил для вас различные расходники для вашего электроинструмента, которые вам обязательно пригодятся в работе. А также мы с вами узнаем, где выгоднее покупать все это, на Алиэкспресс или у нас в магазинах, так как я буду сравнивать цены для наглядности, так что будет очень интересно. Если вам понравится и пригодится ролик, делитесь им с друзьями, а также ставьте лайки за мои старания. Приятного просмотра! Насадка для удаления заусенцев. Поврежденная ржавчиной или механическим воздействием резьба на болтах является основанием для их замены. По крайней мере так было до появления специальной насадки на дрель, с помощью которой можно убрать заусенцы и восстановить резьбу, тем самым подарив болту еще одну жизнь. Насадка изготовлена из крепкой стали и предназначена для использования совместно с любой дрелью. Важно лишь запускать ее на малых оборотах до 400 в минуту, поскольку большая скорость вращения способна привести к преждевременной поломке приспособления. Насадка совместима с болтами, изготовленными из нержавейки, закаленной стали, меди, латуни, алюминия, а также дерева и пластика. Не подходит приспособление лишь для изделий из хрома и молибдена. Насадка предназначена для восстановления сбитой резьбы и не предназначена для полной ее нарезки по всей длине болта. Набор зенковок для снятия фаски. Многолезвийный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий или снятия фасок центровых отверстий. Применяется для обработки просверленных отверстий, подголовки болтов, винтов и заклепок. Сверлит быстро и легко в древесине, мягком металле, каучуке, пластике и других обрабатываемых материалах. Используются зенковки в домашних и промышленных условиях. Отлично подходят для верстака или ручного инструмента. Сверла форнстера. Это инструменты, при помощи которых в изделиях, изготовленных из дерева, создают не сквозные, а глухие отверстия с идеально ровным дном. Кроме того, если использовать такое сверло под дерево с дополнительными приспособлениями, можно просверлить в деревянном изделии отверстия квадратной формы. Данные сверла, благодаря особенностям своей конструкции, позволяют получать очень чистый рез. Специальный режущий ободок врезается в обрабатываемый материал и перерезает волок на его структуры раньше, чем это делают рабочие лезвия. Именно благодаря этому удается практически полностью избежать образования сколов по краям формируемого отверстия, выполнить его с идеально гладкими внутренними стенками и плоским дном. Сохранение точности направления движения сверла форнстера в процессе сверления обеспечивает специальный ободок, а не центральные отверстия, что характерно для сверел других типов. Такое качество инструмента, который используется преимущественно в роли сверла по дереву, особенно актуально в тех случаях, когда необходимо выполнить сверление перекрывающихся отверстий или сформировать отверстия на торцевых элементах изделия, а также расположенные под углом к волокнам, из которых состоит внутренняя структура обрабатываемого материала. Ступенчатое сверло является сменным элементом для дрелей и стационарных станков. Применяется для сверления отверстий диаметром от 4 до 32 мм без перестановки режущего инструмента. Рабочая часть ступенчатого сверла сформирована спиральной канавкой и рядом ступенчатых кольцевых переходов разного диаметра. Благодаря такой уникальной конструкции ступенчатые сверла позволяют в любой момент обработки определять, какого диаметра отверстие сформировано. Конусные или ступенчатые сверла отличаются длительным рабочим ресурсом, что обеспечивается высокой прочностью их режущих кромок. В отличие от обычного сверла, конусные позволяют выполнять технологические операции, для осуществления которых в любой другой ситуации потребовалось бы использование нескольких инструментов. Именно универсальностью во многом и объясняется высокая стоимость сверел данной категории. Конусными сверлами можно делать отверстия не только в металле, но и в гипсокартоне, дереве, пластике и других материалах. Успешно справляются они и с плотным материалом, что нельзя сказать о сверлильном инструменте любого другого типа. Сверло изготовлено из быстрорежущей стали HSS и имеет титановое покрытие. Хвостовик цилиндрический с тремя шлицами для лучшего удержания в патроне. Сверло имеет 15 ступеней, шаг 2 мм. Фрезерные сверла. При помощи таких инструментов возможно не только сверление древесины, но и выполнение в изделиях из дерева пазов различной конфигурации. Сверла данного типа чаще всего и применяют в тех случаях, когда требуется выполнить сложную обработку деревянных деталей, а для того, чтобы просверлить обычные отверстия, используют спиральное сверло, перьевой или корончатый инструмент. Фрезеровальные сверла предназначены для сверления круглого отверстия и его последующие расточки до нужной формы. Используется при работе с древесиной и тонким металлом. Хвостовая часть сверла, предназначенных для обработки дерева, обычно имеет цилиндрическую форму, но производители также выпускают их и с хвостовиками другой конфигурации. В сравнении нашел цену одного сверла и набора сверел на Алиэкспресс. Думаю, что понятно, что цена набора на Алиэкспресс в сумме будет ниже, чем у нас. Или я ошибаюсь? Корончатые сверла. Используются для обработки изделий из металла, также известны под названием кольцевые фрезы. Применяя этот эффективный инструмент, буквально за считанные секунды можно получать в металле отверстие большого диаметра и значительной глубины. Принцип работы таких сверл основан на методе корончатого фрезерования, для реализации которого требуется значительно меньше энергии, чем при применении обычного инструмента. В связи с этим, для эффективного использования корончатых сверл, выполняющих в том числе сквозные отверстия, можно взять оборудование с приводом невысокой мощности. Кольцевое сверло позволяет получать в металлических изделиях сквозные отверстия, диаметр которых находится в интервале 12-150 мм. Одним из основных критериев, на которые следует ориентироваться при выборе такого инструмента, является диаметр выполняемого отверстия. Недорогие сверла из быстрорежущей стали, отличающиеся более высокой упругостью, используются для сверления отверстий диаметром 30-35 мм в изделиях из стальных сплавов, обладающих не слишком высокой прочностью. Кондуктор для сверления. Применяется для сверления отверстий. Даже если вы не профессионал, вы можете просверлить аккуратные отверстия под углом 90 градусов быстро и просто. В кондукторе резиновые уплотнители против проскальзывания. V-образный паз для сверления отверстий в круглых деталях и заготовках. Направляющие обеспечивают плотное прилегание сверла. Отверстие получается строго под прямым углом. Изготовлен кондуктор из ударопрочного пластика. Метчики для нарезания метрической резьбы. Они предназначены для нарезания внутрешней резьбы в изделиях из металла. Конструктивно метчик состоит из рабочей части и хвостовика. Хвостовиком инструмент крепится в вороток или патрон станка. В свою очередь рабочая часть метчика состоит из режущей и калибрующей частей. Сверло-метчик это комбинированный инструмент, который совмещает в себе и сверло и метчик. Это позволяет сверлить отверстия и наносить резьбу одним инструментом, что экономит и время и ресурсы. Сверло-метчик применяется для просверливания сквозных отверстий и нанесения внутренней резьбы. Инструменты из данного набора изготовлены из быстрорежущей стали. Представленные сверла-метчики имеют две спиральные канавки. Это позволяет получить более точную резьбу и улучшить условия резания в сравнении с метчиками с прямыми канавками. С помощью данного комплекта метчиков можно нарезать метрическую резьбу с номинальным диаметром 3, 4, 5, 6, 8 и 10 миллиметров. На хвостовиках метчиков нанесена маркировка, что означает номинальный диаметр и основной шаг. Сверло-уатса для квадратных отверстий. Приспособление состоит из двух частей. Сверла по дереву и просекателя квадратной формы, внешней оболочки сверла. В просекателе есть отверстие для стружки. Смысл работы простой. Сверло убирает лишнее дерево, а рубашка-просекатель как бы выдавливает лишнее по форме квадрата. Края у рубашки заостренные. Срезанная деревянная стружка уходит вовнутрь и убирается сверлом наружу через отверстие. Данный комплект требует специального приспособления для удержания рубашки. Обратите на это внимание. Готовые приспособления для крепления компонентов достаточно дорогостоящие. Набор из 10 фрез для бормашин. Выполнен на основе высокотвердого сплава карбид вольфрама. Ножка 3 мм. Диаметр режущей части 3 мм. В наборе 10 видов фрез по одной штуке каждого вида. Очень эффективно снимает материал, образует мелкую стружку. В итоге получается хорошая чистота обработанной поверхности. Материал режущей части карбид вольфрам. Твердость режущей части по шкале Мооса 9. Максимальный диаметр режущей части 6 мм. Диаметр хвостовика 3,17 мм. То есть 1,8 мм. Материал хвостовика углеродистая сталь. В наборе 10 борм фрез различной формы. Вот такая сегодня получилась подборочка. Как вам расходники? Пригодятся в работе? А какими расходниками вы пользуетесь? Пишите в комментариях. А также пишите, какой инструмент вы хотите, чтобы я сравнил в следующем видео. Мне интересно. Также я буду благодарен, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Спасибо всем, кто ставит лайки. Всегда рад для вас стараться. Хорошего вам вечера и пока-пока.